Дай почитать. Дай почитать. В-третьих, описан совсем неуютный и непривлекательный мир альтернативной Британии, современного Лондона, где правят маги-демонологи. Ощущения во время прочтения странные. Это детская фэнтези с двумя героями, сообразительным и талантливым Натаниэлем и вызванным им при помощи заклятия Джином Бардимеусом. В шестилетнем возрасте Натаниэль был продан родителями в ученики к не очень сильному магу Андервуду. Одинокого ребенка поддерживала только жена волшебника и учительница рисования. И вот мальчик бесстрашно и профессионально вызывает Джин и приказывает ему украсть у могущественного волшебника Саймона Лавлейса амулет Самарканда, защищающий своего обладателя от магических атак. Хитрый, задиристый Джин исполняет приказ и теперь юному волшебнику и опытному Джину грозит опасность. Образ Бардимеуса по-настоящему колоритен и привлекателен. Он превращается то в крота, то в муху, то в горгулью, то в птицу. Он ироничен, хвастлив, любит пошутить, это придает роману живость и, как это недвусмысленно, звучит человечность. Книга амулет Самарканда имеет и политический подтекст. Лондон третьего тысячелетия – это общество, где царит социальное неравенство, четкое деление на аристократов-волшебников и простолюдинов. Жажда власти, народные недовольства, движение сопротивления, интриги, ненависть – вот такой волшебный мир амулета Самарканда. Приключения амбициозного и настырного Натаниэля и хитрого Джина – чтение исключительно развлекательное. Без глубоких мыслей, философских мечтаний и нравственных проблем. Но для любителей волшебства и юмора – настоящая находка. Итак, амулет Самарканда Джонатана Страуда. До новых встреч. Дай почитать.